В Казахстане вступил в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Как объяснили юристы на брифинге в столице, кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества. Вводятся новые механизмы защиты прав граждан и бизнеса. Не заявитель, а административный орган должен будет доказывать суду об основанной своего решения. Отписки и волокита станут предметом ответственности лиц, принявших решение. Если коротко, то проект АППК оспорит тех, кто властью не наделен, то есть обычными людьми, и с теми, у кого эта власть есть, то есть с чиновниками. Именно физ и юрлицы являются слабой стороной в этом противостоянии. В этом дух и смысл проекта – нивелировать, то есть компенсировать неравенство сторон. АППК закрепляет новые принципы, которые обязательны для соблюдения всеми госорганами. Они призваны защищать лиц от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов. Теперь госмера, ограничивающая права и свободы граждан, должна быть соразмерной, то есть быть пригодной и необходимой. Все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства толкуются в пользу граждан. Но о каком равенстве можно говорить, если одни наделены властью, а других ее нет? Ресурсы госоргана с аппаратом экспертов и юристов и возможности простого человека несопоставимы. С сегодняшнего дня ситуация изменится. Человеку не нужно доказывать, что он прав. Время доказывания ляжет на госорган. Если госорган не докажет законность и обоснованность своего решения, он проиграет дело. Для лиц, выигравших суд, важен конечный результат – исполнение решения. Каждое неисполненное решение суда вызывает сомнения в торжестве справедливости. Принцип исполнения судебных решений является основополагающим обязательством нашего государства и даже заложен в Конституции. Поэтому адом судом будет обеспечиваться жесткий контроль над исполнением собственных решений. Для этого вводится Институт денежного взыскания. Причем денежное взыскание может накладываться неоднократно, пока не исполнится судебное решение. Это повысит исполняемость решения и уважение к правам других лиц, участвующих в деле. Суд сам контролирует и сам обеспечивает исполнение своего решения. Это тоже новшество. После исполнения решения суда госорган обязан известить суд о том, что его решение исполнено. Если такого извещения не поступило, решение считается неисполненным, и суд может заставить платить как госорган, так и любого чиновника, любое должностное лицо. Денежное взыскание за неисполнение решения суда в первый раз – это 50 мрп. Если решение суда так и не будет исполнено, штраф будет расти вплоть до 100 мрп, а далее уже следует уголовная ответственность. Важно выделить следующее новшество. По новому АППК суд будет по своей инициативе осуществлять сбор доказательств. Госорган обязан доказывать свою правоту, а не физ или юрлицо. Новая роль судей будет дисциплинировать поведение чиновников и создаст благоприятные условия для защиты прав граждан. Если незаконное решение противоречит интересам общества, то оно отменяется с обязательной компенсацией ущерба добросовестному гражданину. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.